Жарю сырники, сковородку у меня тоже почистил, но еще потом почистит скатрал. Короче, этот рано перевернуло. Нормально жарится, все нормально, но все равно считаю это не полезная еда, не совсем полезная. Но давно сырников не ели, давно вообще не делала ничего я такого, оладий, олечников. Так что, в принципе, можно, но дети сырники любят. Еще старшие любят ленивые вареники, муж любит тоже их, но Виталинка у меня их не любит, поэтому вот так. Хотя можно сделать всем ленивые вареники, а Виталине два сырника пожарить. Вот, ну короче, так жарю сырнички и хотим вокруг озера пойти. Так, сырнички готовые. Я попробовала, очень вкусные, Виталинки на порцию, сейчас я их отнесу. И клубничный компотик. Вот так вот. И мужу сейчас насыплю, отнесу в постель. Так, ну что, готовим форшмак. Приготовила мясорубку. Можно на блендере, но я хочу на мясорубке. Оно так, крупненькие кусочки, получается вкуснее. Так, четыре яйца, два плавленых сырка и одна селедка. Все перемалываете. Вообще, сюда еще по рецепту нужно одно яблоко. Кислое вообще, но я любое добавляю, какое есть, чищенное. Вот, и луковица сырая. Сырая, но я не буду лук добавлять, потому что, ну, потому что я не хочу, чтобы с запахом оно было. Но с луком вкусно. И яблоко тоже не добавлю, потому что яблоки у нас по 40 гривен в Киеве. Поэтому, как бы, да, будет такой вот, такая вот селедочная икра. Ну, это форшмак. Вот. Так что, кому нужен был рецепт, такой вот легкий-легкий простой рецепт. Вот. И очень вкусно. Так, вот так перемолола. Сейчас перемешаю. Вот. И я буду кушать вот с таким листиком. Вот. Салат ромен. Дети на хлеб любят мазать. Поэтому на огурчик вкусно, на свежий. Очень-очень вкусная селедочная икра получается. Сварила борщ из крапивы зеленый. Еще половина осталась за мороженое. Надо в этом году много крапивы наморозить, чтобы в зиму добавлять. Даже, наверное, буду добавлять в красный борщ. Мне очень нравится вкус и запах крапивы. И это очень полезно, кстати. И крапива, кстати, очень мочегонное средство. Так, что борщик получился на говяденьке. Вот такой вот. Очень наваристый. Вкусный. Зеленый борщик с крапивой. И петрушку сюда добавила еще. Все. Сейчас чуть-чуть еще прокипит. И буду мужа кормить. Вкуснятина. Вот. У меня, видите, от одного пучка еще осталось. Еще я сделала сегодня рулетик с сыром и яйцом. Такое перемазала салатными листьями. Короче, я забыла вам показать. Убрала в холодильник. Вот. Смотрю сейчас Марину Иванову, как она про маму отличника рассказывает. Там про ситуацию с дочкой ее. Совсем не поддерживаю. Вообще мне, ну, мама отличника, я не люблю ее смотреть. Вот. Марину люблю, а маму отличника нет. Вот. И ситуация с дочкой ее. Вообще маму не поддерживаю. Вот не поддерживаю. Честно. Так вот. Поэтому. Смотрю, сейчас слушаю. Ну, я сейчас видео до конца даже не буду досматривать. Не нравится мне. Выгораживание эти все. Короче. Такое. Ладненько, буду сейчас доваривать борщик. Приберу. Сейчас попью водички горячей. Ну, вот. И буду, буду, буду что-то делать. Конюшня из лего получилась. Шикарная конюшня. Это задняя часть ее. Тут лошадь вот так вот ходит. По кругу крутится. Дальше тут препятствия. Да, кубок, да? Наездница. Тут очень-очень много интересных вещей. Щеточки разные, бантики. Морковки. Да. Умывальник. Да. Это вода типа, да? Да. Щеточки. Угу. И мыло. Очень круто. Очень-очень круто. Обалденно. Ну, впереди еще посмотрю. Ну, да. Вот так вот. Красота. Приближает больше. Это прикольно. Так лежит, да? Крыльями. А Таня? По настрою. Это же мамки типа, да? Ну да. А может, это мужики, не? Не. Они же красивые. А, ну да. Они красивые. Они гуляют. Нет. А мамы... О, вышло. Это не так. Это что вкусная лыска. Ля-ля, ноги, как курица ходит. Смешные такие. Хвоста нету. Там, где мы когда кормили уток, на этой стороне, только там ближе к домику. И эти чайки подняли, галдеж, так вот такая гнезда вылетела. Как стала лупить чая, видно, за то, что они орут. Ты понял? Ты понял? У нас пиздец тоже. Так, я не помню, я петуньи показывала, посадила вот в такой вот горшочек у меня. Вот так вот, красиво. А потом они, наверное, на балкон переедут. Хотя мне очень на кухне нравится. Наверное, еще схожу, куплю две. Правда, не знаю, куда садить. У меня некуда. У меня когда-то было еще длинненькое такое. Они сейчас такие дорогие, вот эти горшки, просто вообще капец. Вот такого плана я хотела купить для орхидеи, только там еще три вставляются. Типа три горшочка внутри. Но, наверное, все-таки раскошелюсь и куплю. Красиво будет, когда все орхидеи в одном месте будет, три расти. Петуньи просто балдеж. Не знаю, мне запах обожаю петуньи, а детям не нравится. Дочка сказала, воняет старшая. А сын сказал, что писяшками пахнет. Не знаю. Короче, такое. Ну и бегония тоже хорошо себя чувствует. Вот. Так что такая красота. Машечка спать летит. Пахнет. Садились с мужем в магазин. Купили еще салата два. Таких по два штучки я взяла. Последний уже там почти нету. Поразбирали люди два. Там еще, может, штучки четыре осталось. Потом мы взяли вот такие помидоры. Вкуснющие помидоры. Обалденные. Вот такая сливка. По 45-90. Не знаю. Турецкие. Такой клейчка на них идет. Сейчас покажу. Очень вкусно, как летом. Помидоры сама. О. Вот такая вот. Дурдастар. Вот килохрамм взяли под этой дуры. Пухарики мои любимые. Семечки. Пухомка. Вот такое масло. Доктор Сенте. Макадамия. Я Макадамия еще, по-моему, не покупала. Люблю эту фирму. Масла я тебе в Виталиночке. Для волос покупаю. Ну, Веронечка пользуется у меня. Так. Маслины с косточками. По скидке были. Такой засип для чищения. Труб. Пять гривен скидка была на него. По-моему, или так он стоит. Такие два средства от головной боли. Тут шесть штук. Здесь три. Это новое. Я не знаю. Вот. Смотрим. Так. И муж купил мне такие тапки. Я те, вы знаете, фирменные не захотела. Как они называются? Фирма. Забыла. Кроксы. Вот такому же взяли. А это такие вот обычные. Но он мне их купил и заставил купить. И, в принципе, они неплохо на ноге смотрятся. Вот. Такие вот. Симпатичные. Вот. Рассветка симпатичная. И темные вроде. И светлые. Я сейчас вам примерю и покажу. Вот. В принципе, я померила. Неплохие. Здесь 36 размер. Он сказал, я говорю, ты же меня взял в Миннесоте. Классные. Красные. А он говорит, нет. Он говорит, нет. Это вот. Ну. А этот приходит. Бери эти. Бери. Ты не знаешь же. Бери. Они прикольные. Типа когда. Короче. Он говорит, иногда надо с закрытым носком. Вот так вот смотрятся они. Короче. Вот так вот. В принципе, расцветка прикольная. Действительно. 36 размер взяли. Такие-то пулечки. Вот. Ну, пусть будут. В принципе, неплохие. Ну. Не за такие большие деньги, как те стоили. Вот. Поэтому я согласилась. О. Ну, так вот. Ну, все. Все покупочки. Вот. На сегодня. Сижу я в машине. Муж пошел за. Короче. Мы приехали на птичьи рынок. Тут у нас в Киеве. Ну, так работает он как-то. На нычке, наверное, я так думаю. Возле рынка торгуют. А рынок так. Приоткрыто дверь, скажем так. Ну, работают все практически. Не знаю. На Герозни про рынок открыто. А здесь, наверное, еще официально нет. Животных тоже нету. Там только рыбки чуть-чуть. И вот эти всякие грузуны есть. Короче. Нам надо на болгарку защитный. Не чехол он. Я не знаю. Такая защитная штука. Короче. Муж будет вырезать розетки. Штробить там. На балкон делать. А он где-то эту штуку проехал. Купил в Харькове. А оно не подошло. Ну, короче. Такое. Тоже. Знаете, в Харькове таки. Смутно так покупать. В другом. Ну, не то, что в Харькове. Просто в другом городе. Покупать вещи. Так оно стремновато. Берешь. Потом вернуть не можешь. Не поменять ничего. Ну, вот. Ну. Такое. Так пошел. Там нигде нету. Надо. Вернулись в машину за болгаркой. Вот. И понес. Показывает. А я осталась в машине. Я думаю, что мне идти. Выложила вам в ложек. Новый. Тело очень большой. Но не получился. Пришлось его резать. Поэтому. Не знаю. Теперь, наверное, не будет получаться. Всегда здороваться и прощаться. Вот. Как будет получаться, так и будет получаться. Буду внезапно. Начинаться. И внезапно заканчиваться. Вот. Хочу еще в Ашан заехать. Очень кондиционер мне понравился. От зеленой аптеки. Прям обалденный. И я думаю, постричься, наверное. Думаю, наверное, постривусь. Ну, не знаю. Посмотрим. Вот. Я такой мальчик. Вот. Кружевной. Вот. И в джинсовке на улице. Жарко. Короче, надо люк будет открыть. Ладно. Потом. О, реклама. Я думаю, что за люди в люке. У нас тут, кстати, строится новый район. Сейчас покажу. Вот так вот строятся новые дома. Такое. Такие вон какие-то... Это не знаю, что как крестики гляньте над кранами. Непонятно что. Вживую такого нет. Странно. Вот. Так что сижу в машине, жду мужа. Приехали в Ашан, который в караване. Тут Ашан, караван. Караван уже открыли, но некоторые магазины закрыты еще. Не все открыты. Главное, сигарный дом очень нужный, открытый. Прям необходимый. А тут закрыто. А с той стороны открыто. Ну, короче. Тут детская комната была. Раньше, когда тут рядом жили, часто сюда ходили. Дети здесь играли. А здесь, в этом месте, возле этого туалета, вот там охрана. Тут когда-то мужчина застрелил. Вернее, не мужчина, а мужчина в охрану стрелял. Всем известный случай. Так, малыши у нас новые. Приобрела вот таких два денежных дерева в Ашане. Держи. По скидкам. По 9,90. Вот такое решили. Сначала одну решили взять. Потом я говорю, давай два. Вдруг одно не приживется. Не приживаются они у меня. И вот такой цветочек. Напишите мне название. Это Кротон, по-моему. Или нет. Это другой. Или Калеус. Как-то они называют. Короче, я не знаю. Тоже 9,90. Вроде живой. Не знаю. Надеюсь, он начнет расти хорошо. Так, попробовала вот эту землю из Ашана. Самая лучшая земля. Классная. Именно чернозем. Потому что беру какая-то она коричневая вечно. И не впитывает воду. Да, пока поставь. По скидке был наш любимый попкорн. 18 гривен взяла пачечку. По 99 гривен был Тайт. Вот такой по скидке мы взяли. Я люблю его больше всего. Вот этот для черных тканей. Я беру порошок кожан день. И взяла турецкий какой-то для стекол. Средство решила попробовать. Потому что очень дорогие. А если дешевые, то мне не нравится качество. Этот 28 гривен. Такое шампанское фраголина. Такое мы еще не пробовали. Бианко. Вот эти кондиционеры. С ними была эпопея. Я в прошлый раз брала в другом Ашане. Которые на Петровке. Все по 37 гривен. В этот раз взяла. Даже не смотря. Увидела. Да, есть 37 гривен. И 3 взяла. Оказалось только один за 37. Все по 50. Мы те по 50 сдали. Ника! Дав мыло. Любимое. Потом любимый комнат. Тоже самый лучший. Чистящий порошок. Салфетки. Вернее, туалетная бумага. Влажная. Это удобрение для цветущих. Цветов. Взяла вот такое 9 гривен. Батон нарезной. Два перчика. Сыр. Очень любим вот этот Гранде. Сметану. Это мороженое было по скидке 59 гривен, по-моему, килограмм. Потаяло уже надо в морозилку. Взяла попробовать вот такой ошановский корм. Он вроде не кусочками, а такой как паштет. Не знаю, кошка будет, не будет. Попробовать надо. Такой, такой. Что это за звук. Мясное сортизу. Взяла. Три пакета молока. Все, не вынимай молоко. По 22 гривны. Последних три забрала. Четвертушку украинского. И уксус. Такой закончился у меня. Он еще молоко. И все. Вот это почти 1000 гривен отдали. И заехали, еще два мешка картошки с погреба забрали. Мы гуляем на другом озере. В другом микрорайоне. Ну, рядом тут у нас через дорогу другой микрорайон. У нас первый, по-моему, это двойка. Или не знаю. Короче, я не знаю. Короче, озеро Иорданское. Вот. Муж там рыбку ловит. На хищника. Вот. Словил. Вот тут вот жереха. Такого, не знаю, где-то. Полкило, может быть. Вот, небольшого. Вот. Мы с Виталинкой гуляем. Тут озеро короче, но шире, чем у нас. Я уже показывала. Мы уже тут гуляли с Виталинкой. Вот. Тут ресторан строится. Вот. Незаконно строится. Не разрешают. Но они все равно строятся. На этом озере не купаются люди. Оно вроде бы грязное. Но его почистили. Я не знаю, для купания. Вот там вот сделали, видите, как насыпь, как вроде пляж. Ну, я не знаю. Видела, люди там купались и загорали. Опять? Опять рыбку споймал. Все, будешь тут ночевать. Так, муж споймал еще рыбку. Огонька. Вот так. Вот уже хорошо. Гуляем, Ника. Бегает. Утки крякают. Вороны каркают. Красота, природа. Тут ромашек он нарывал. Это ромашки или такой же, как я нарывала? Ага. Такой же, как и у меня. Ой, петунии посадила. Нарадоваться не могу. И сегодня вот эти новые цветочки. Я еще их не пересадила. Маленькие. Вот. Начну, не знаю. Или сегодня, или завтра пересажу. Это вот кротон. Цветок, по-моему. Листья узенькие у него. Есть такой с широкими листьями. А у меня с узенькими. Не знаю, приживется или нет. Потому что почитала. Вроде сложный уход. Вот за петунии тоже многие пишут. Сложный уход. А я смотрю, они везде сейчас посужены. И в земле, и на улице, прям на полу. Посужены эти петунии. Я не думаю, что там за ними кто-то ухаживает или поливает. Так, прям как в квартире. Вот. Одну женщину послушала за петунии. Она, типа, прям каждое утро встает. Как покормить животных, знаете. Вот. Поливает цветы. Короче, у каждого свое мнение на этот счет. Вот. Короче, надо пробовать. Ну вот. Ладненько. Будем гулять. Пока выключаюсь. Ну что, не знаю, какой получился влог у меня. Длинный, короткий. Нормальный, короче говоря. И Куся храпит уже. Уже поздно. Больше 12 часов ночи. Муж заснул. Вот. Что, буду заканчивать влог, да, на сегодня. Всех люблю. Целую. Всем пока. Хорошего вам настроения. Субтитры сделал DimaTorzok